В эфире наша познавательно-археологическая рубрика, посвященная мазохизму, коже и цепям. Когда-то этрусский царь Парсена схватил римского лазутчика юношу Муция и хотел было его пытать, но тот сам положил руку в огонь и держал ее, покуда не обуглилась. Царь восхитился храбрым и дымящимся юношей и снял осаду с Рима, ну ради победы, над которой все и в принципе затевалось. Так вот, складывается впечатление, что герой Муций смотрел нашу передачу. Дается зажигание. Поехали. Это Первый молодежный, программа для тех, кто хочет быть первым. Как ты понял, по заставке наш неофициальный спонсор – гарнильно-прометейный завод экспериментальных дымовух. Ну, они и так раньше шпионом представлялись. Я – Валентин Тюрин. А я – Карина Атальянс. Привет. Сегодня наш молодежный эксперт представит тебе очередной видеореферат. В этот раз на тему комиксов. ООН в Орле. Как оттягиваются те, кто хотел стать дипломатом, но так и не поступил в МГИМО. Но, стучал ли кто-то ботинком по трибуне – об этом в новом студобзоре. Жаждные люди. Кто в ответе за тех, кого приручил информационный проект, с названием, от которого хочется сглотить. Как десант взял деревню Новоселово. Милитария история одного коровника. Ну. Поехали. Сегодня в своей правдолюбивой рубрике «Имхо» Иван Аркатов расскажет, чем хороша заставка первого молодежного. Ее, если ты просмотрел, наш дизайнер сварганил на манер комикса. Ну, после этого молодежный эксперт стрепенулся и заявил, что комиксы – это зло. Ну, в случае, если негодяйские негодяи захотят расщепить твое сознание, расчертить его на квадратики и повозить там стиралкой. Как-то мы уже говорили, что голливудские герои за неимением рекламы прочих героев становятся для нас образчиками поведения. Пусть даже подсознательно, но зрительно о них равняется. Законы психологии, информационного общества и все такое. Сегодня расскажу, как и для чего некоторые эти герои появились. А выступаю я сейчас на фоне ковра, потому что это ковер из боё. Говорят, с таких вот средневековых гобеленов и началась история комиксов. События, представленные визуально и в развитии, то есть это уже целые истории. Потом такие истории выросли в самостоятельный жанр искусства, силами художников, писателей и журналистов. Это когда-то комиксы печатались только в газетах. Сейчас они – целая культура. В комиксах издаются классические литературные произведения вроде «Войны и мир». Такие издания могут весить не один килограмм и называются графические романы. Джо Сакко известен в том числе как автор уникальных рисованных репортажей из горячих точек планеты, таких как «Сектор Газа», «Ирак», «Босния», «Ингушетия», «Палестина». То есть комикс – это не только детский жанр. Он может привлечь внимание весьма серьёзной публике. Многие известные деятели искусства, например, Пикассо, были фанатами американского комикса. Так вот, будь вы большим братом. Вы хотели бы всё это использовать в своих целях? Во время войны в Ливии пропагандистские листовки в связи с малограмотностью населения в основном носили графический характер. Комиксы, плакаты, игральные карты. Изобразительные средства в информационной войне используются не только от того, что ярко рисованное пятно сразу привлекает внимание. Но и от того, что рассчитаны они на малообразованную публику, такая, как ребёнок, устает от длинных текстов в листовке. Впрочем, любой может просто не захотеть читать много слов. И тогда информационным солдатом становится художник. В ходу пропагандистов и плакаты, и граффити, и крикатуры, и да, комиксы. Ещё до вступления Америки во Вторую мировую войну герои Диснея один за другим отправлялись на фронт или призывали американцев покупать облигации военного займа. И это не считая продукции для тех, кто постарше фильмов об американских героях гражданской и индейских войн и Первой мировой. Тогда же и появился Капитан Америка. Правительство обратилось к соответствующим спецам, чтобы те создали новый патриотический образ американского героя. Первый же номер с Капитаном Америкой, на кутирующем Адольфа Гитлера на обложке, разошёлся миллионным тиражом. Во время войны он был самым популярным персонажем комиксов, но Гитлера гонял ещё и Супермен, и Бэтмен, и ещё толпа народу. Второе рождение Капитана Америки случилось во время войны уже холодной. Тогда правительству снова потребовался символ, представляющий силу нации. Потом героев, отстаивающих западный образ жизни, стало ещё больше. Железный человек вообще задумывался, как антикоммунистический персонаж и в начале своей карьеры помогал агентам во Вьетнаме. Вот ещё примеры пропаганды. Товарищ Сталин очищает планету, видимо, от оппонентов. Субмаринер – это американский человек-амфибия, который ищет в море советские глубинные бомбы. А вот что будет, если в Америке к власти придут коммунисты. Они, кстати, начнут с американских жён, матерей и сестёр. Думаю, я уже убедил вас, что комиксы – это сила. Сначала хакерское сообщество «Анонимус», потом активисты движения «Захвати Уолл-стрит» сделали своим символом маску Гая Фокса. Её носил герой фильма «В» значит «Вендетта», но до этого персонаж комикса, который выражал протест политике Маргарет Тэтчер. То есть комиксы влияют на реальный мир, и это не считая того, что давно стали инструментом идеологического воздействия. И вот ещё что. В этом году в госуниверситете моего родного Орла не случилось набора на бюджетные места худграфа. Минобор эти места просто не выделил, и мне по этому поводу грустно. В общем, познавай и думай. Вот говорят, что Михаил Ломоносов, чтобы стать студентом, прошёл больше тысячи километров. ОГУ ТВ отшагивает не меньше, но уже став студентами и в погоне за репортажами. Теперь ты знаешь, почему у нас здесь у кого-то типун, а у кого-то мозоли на пятках. И слава богу, что новый студообзор совсем не об этом. Всем привет, это студообзор, я Елена Майорова. Штаб-квартира Организации Объединённых Наций переместилась ненадолго из Нью-Йорка в ОГУ. Международный молодёжный форум «Орловская модель ООН» развернул свою деятельность на юридическом факультете. Форум собрал 127 делегатов из 12 стран и немного орловских школьников. Поставленная задача на первый взгляд невыполнима – воссоздать работу настоящей ООН. Но если раздать студентам таблички с названиями стран, которые они представляют, и заставить всех говорить на английском, то можно достичь результатов, которые настоящим ООНовцам и не снились. Для правдоподобности работу форума разделили на три секции – Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности и Всемирная Организация Здравоохранения. Перевоплотившись с дипломатов делегатов конкретных стран, участники форума обсуждали проблемы максимально приближенной к повестке дня реальной ООН. Генассамблее предстояло решить глобальные проблемы. На этот раз говорили об образовании в 21 веке. Организация Здравоохранения разработала стратегию по сокращению употребления наркотиков во всем мире. Делегаты стран-членов Совета Безопасности, следуя уставу ООН, обратили внимание на тревожное положение дел в Сирии в сфере защиты прав человека. Итогом работы всех органов стало принятие резолюции. Лучшие выступления участников форума обещают опубликовать в специальном сборнике научных работ и, возможно, отправить его в ООН в качестве учебного пособия. В Госуниверситете УНПК была замечена подозрительная активность в области главного корпуса. Нам удалось попасть внутрь и подсмотреть некий тайный обряд. Студентов-первокурсников два месяца просвещали и только после этого решили посвятить. На протяжении двух дней все факультеты провели своих новоиспеченных братьев через сцену актового зала, как через некий портал. Чтобы стать полноценными УНПКшниками, первокурсники сначала демонстрировали свои таланты, пели, плясали и шутили, как могли. Если происходящее приходилось по душе декану, он принимал их в официальные члены факультетов. Причем делали они это по-разному, учитывая специфику будущей специальности. Посыпали макаронами, крестили гаечным ключом и обмахивали волшебными палочками. Считается, что все эти манипуляции помогут студентам в будущем. Будет веселее ходить в институте, как бы со всеми здороваться, общаться уже будет на прочее. Среди участников шоу были и те, кто получил дипломы в прошлом учебном году, а в этом вновь стали первокурсниками. Правда, теперь магистратуры. Можно сейчас посмотреть, это напуганные лица, которые еще не понимают, что и как, а мы уже все прошли и снова решили посвятиться. Сами студенты прекрасно понимают, что эти испытания всего лишь цветочки, ведь настоящее посвящение проходит только во время первой сессии. У меня все. Это был сценический обзор в первом молодежном на первом областном. Пока. В прошлый раз ОГУ-ТВ рассказывала, как гостила в Белгороде на первом всероссийском молодежном медиафоруме. И что ты думаешь, встретили там земляков? Были на этом форуме такие орловчане, что отводили людей от питьевых фонтанчиков и киосков с газировкой. Брали под локоток и объясняли, как правильно утолять жажду. Жажду к информации. Не самое лучшее начало сюжета об Орловском социальном информационном интернет-проекте «Жажда». Но не рассказывают же в самом деле, что медиафорум открылся выступлением официальных лиц вот этих барабанщиц, видимо, символизирующих одно из первобытных средств коммуникации. Наши в продолжение хотели было развести сигнальные костры, чтобы на манер индейцев разговаривать с помощью дыма, но потом решили просто выступить с огоньком без пожарищ. Орловская команда числом под дюжину участвовала в выставке своих медиапроектов. Впрочем, этим все занимались. В перерывах между лекциями, экскурсиями, видеоконференцией зам Минобра, всякими медиа-играми и, например, разговорами о создании ассоциации студенческих СМИ. Обсуждались даже вопросы полового воспитания. Ого! И проблемы формирования национальной идеи. В общем, много чего было, в том числе презентация «Жажды». Это Орловский интернетовский ресурс, которому год, собирающий инфу о прошедшем и грядущем, что было, что будет, чем сердце успокоится, о спортивных, культурных, образовательных и развлекательных мероприятиях, об организациях и сообществах, о людях, их инициативах и всяких стартапах. Плюс новости, в том числе заимствованные у местных телеканалов и блогеров. И, конечно, жажда – это работа собственных авторов, которым, кстати, может стать каждый. Мы не только предлагаем самим жителям рассказывать о своих новостях, но также подсказываем, как лучше им это сделать. А также мы можем сказать, что наш проект – это сообразная школа о том, как заявить о себе. Ольга хвастается, что такой подход делает ресурс во всех смыслах общедоступным и динамичным. Сайт обновляется до 30 раз за сутки. Мы в своем еженедельнике этому жутко завидуем, и поэтому назло прямо сейчас заканчиваем рекламно-воспевающую оду жажде. Из приличия скажем только, что проект на медиафоруме в Белгороде был признан одним из лучших. Не удивляйся размытому изображению, это на объектив навернули слезы радости. Отклубаем! Замечательный проект! Вместо меня на этом месте могла бы быть не только ваша реклама, но и сюжет о том, как правильно падать. Мы тут покумекали, что рассказать об этом было бы полезно накануне заморозков и гололеда. Но если ты следишь за прогнозом погоды, то уже смекнул, что сейчас будет что-то еще. А тот сюжет про падение, придуманный, впрочем, только чтобы уложить модели из массовки под благовидным предлогом, мы оставим на потом. Смотри пока, как ломаются ноги вообще без всякого гололеда. Отставить шуточки! Гвоздя бил! Подожди, пожалуйста! Приказ шуточки отставить, это вам не тут, а урок показанию первой медицинской помощи. Чтоб там не говорили выше всякие ведущие с косичкой, между прочим, военно обязанное дело здесь серьезное и патриотичное. Докладываю, боец условно поражен ядерным взрывом в район ноги массового скопления сил и средств. Другие бойцы, на время отложившие месть за товарища, учатся делать ему перевязку, накладывать шину и транспортировать в госпиталь. Человека на смену позовите! Ничего, тащите, нормально! Далее оперативный план учений включал контрнаступление наших войск по мишеням, предложенным Генштабом. Тот заради маскировки назвался Лигой военно-тактического страйкбола «Бастион» и устроителем этих тактико-полевых сборов. Пока меня не расстреляли за разглашение данных секретным грифом, признаюсь, что на сборы был мобилизован личный состав клубов «Десантик» и «Флота «Быть». Из лезервистов сами бастионовцы, уже закаленные в страйкбольных играх и патриотических уроках. В данный момент оператор проявляет малодушие и спасается от разящих кулаков бойцов, задействованных в показательных рукопашных схватках. Далее последовала команда «Газы» и марш-бросок выкладки. Во избежание недоразумений, чтобы Запад не испугался очередных российских учений, все перемещения участников сборов на новые рубежи назывались военизированные эстафеты и прочими тактико-полевыми занятиями, а, собственно, сами рубежи – страйкбольным полигоном «Хищник» у деревни Новоселово. Цель учения – подготовка до призывной молодежи, поднятой по тревоге к будущей службе, налаживание взаимодействия между подразделениями, тху-клубами и воспитание патриотического духа. Другая цель – нагулять, как следует аппетит, ибо война войной, а попробуй их не накормить только, и шину на перелом наложат уже тебе. Данный вид кухни может использоваться как при сухом топливе, то есть дрова, так и при жидком. Далее – разбор полетов, учет замечаний и предложений, и планирование уже следующих сборов. Доклад закончил. Первый молодежный – единственная в мире программа, которая… А ведь да! А ведь да! Да, по-своему мы действительно оригинальны. Исключительные, так сказать, единственные, а? Считай, что элитные. В общем, в общем, я тоже хочу берет, вот и все. Ну, на сегодня хватит. Бывай. Счастливо. До новых встреч! До новых встреч! Бывай!